слава богу братья и сестры я рад быть сегодня с вами в индианоле очень приятно видеть ваши лица все близкие родные знакомые вот и хорошо находиться вместе в общении но самое драгоценное и ценное в этом то что находясь в общении друг с другом и находимся вообще не с богом слава богу вот все таки бог даровал такую милость нам назвал всех нас своими детьми вот со своими особенностями характерами привычками вот но нас всех одинаково любит братья и сестры слава богу все вот мы можем как-то разделить немножко а бог нас любит бог любит ее любовь одинаково распространяется на каждого из нас да будет имя господне благословенно хочу поделиться божьим словом которое записано в евангелии и она 10 глава с 9 стиха даже 7 можно и ниже немножко прочитаем божье слово говорит так итак опять иисус сказал им истинно истинно говорю вам что я дверь овцам всех сколько их не приходило передо мною сутьворы разбойники но овцы не послушали их я есть на дверь кто войдет но и тот спасется и войдет и выйдет и пажет найдет вор приходит для того чтобы только для того чтобы украсть убить и погубить я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком слава богу вчера мы немножко делились этим словом я коснулся только одного маленького момента что христос сказал кто он есть и я бы хотел бы спросить у каждого из нас друзья мои когда мы вообще говорим о имени иисуса христа и вы слышите в собрании вы слышите на проповеди братья сказали иисус христос какие чувства вызывает у меня это имя что внутри у меня происходит когда говорят божий сын что я ощущаю когда говорят спаситель мира какие чувства я переживаю и кем он для меня лично является друзья мои в мире теперь больше 6 миллиардов населения да кто точно наверно статистику братья скажет 6 половиной уже и очень много людей которые то что доказано историей что такая личность была в истории и люди не спорят с этим они говорят да мы знаем ученые доказывают раскопки показывают что иисус христос был братья и сестры но согласиться с тем что утверждают историки согласиться с тем что показывает показывают раскопки и знать лично спасителя и иисуса христа это две разные вещи и поэтому сегодня у меня для каждого из нас вопрос кем для меня христос является это просто младенец который когда-то родился в вифлеемских яслях по одной простой причине что его рождение совпало с переписью которое было и все люди собрались в этот маленький город и просто не нашлось ему места и по причине обстоятельств он оказался там где были животные ну и как-то вот ясельки животные послужили для него ну первой кроваткой а потом он он жил в послушании жил воспитывался в хорошей христианской семье вот хорошие родители мама папа а потом по ошибке как-то его взяли и случайно убили а он потом случайно взял и говорят воскрес другие говорят украли и знаете если обращаться к истории то можно найти немало теорий как люди объясняют кто такой христос что с ним произошло а мой вопрос сегодня для нас друзья мои кем он для меня является какие мои отношения с ним я говорю о боге я говорю о божьем сыне друзья мои и мысль которую хотелось бы мне поделиться и обратно буду говорить на ту же самую тему где христос сказал я есть просто хочу перевести вектор в другую плоскость христос сказал здесь он говорит я есть дверь овцам очень интересная деталь если вы немножко исследуете историю то вы найдете что во время иисуса христа в израиле существовало два вида загонов где ночевали овцы одни это были очень добротные с каменными стенами очень близко к городу или даже в черте города там были хорошие двери были хорошие замки и вечером когда пригоняли овец загонов или когда овец пригоняли из полей открывались двери овцы все туда заходили разных хозяевов и эти двери закрывались закрывались на защелку привратник находился у дверей он закрывал эти двери на ключ и все пастыря расходились домой пастухи давайте я так скажу а овцы спокойно ночевали в этих загонах они были очень добротные часто у них даже была крыша они были защищены от хищников они были защищены от воров они были очень в хорошем состоянии утром приходили пастухи привратник открывал своим ключом эти двери и открывал двери и овцы выходили все из этого загона и каждая овца знала своего пастуха знала свое пастыря и что было удивительно вот и люди которые занимались овцами наблюдали за ними они говорят что очень редко или почти никогда не бывало такого чтобы отца пошла не за своим пастырем даже в то время когда ночью они были абсолютно все перемешаны несколько тысяч овец были в одном загоне другой тип загонов он находился на отдаленном расстоянии от городов то есть это были такие знаете как горные загоны или в полях где-то далеко вот помните как иосиф пошел навестить своих братьев потому что они пасли скот и часто они были на отдаленном расстоянии или на удаленном расстоянии от городов и они были построены немножко по другому принципу стены возводились чаще все очень быстро в спешке потому что это было далеко люди не не прилаживали много усилий к тому чтобы сделать большие высокие добротные стены они делали их из камня но старались делать на таком уровне чтобы овца не перелезла через этот забор и двери делались очень своеобразным образом двери в эти загоны делались я скажу тем кто русский знает они делались буквой г иногда вот вы видите выходы где-то с каких-то зданий вот таким образом что нужно пройти буквой г и только одна овца могла пройти они делали ширину этого прохода очень узким и очень часто он был ограничен из боков из высоты и дверью там служили уже сами пастухи или пастыря которые после этих овец когда все овцы вечером после пастбищ сходились в эти загоны и по одной абсолютно по одной проходили в эти двери и когда они все туда заходили то пастухи или пастырь или пастыря ложились пастухи ложились у этого прохода и они буквально становились дверью в этот загон то есть для того чтобы туда опять зайти или выйти овца должна была переступить через того кто лежал у входа в эти двери то есть в данном случае через пастуха или пастыря как хотите назовите вот и этот пастух он буквальном смысле становился дверью потому что нужно было через него поступить переступить и пройти и я верю что именно эти слова имел ввиду христос когда он сказал что я говорит дверь овцам я бы хотел бы чтобы сегодня мы посмотрели на иисуса христа который сам о себе сказал что я говорит дверь овцам посмотрели на это очень серьезно друзья мои во первых христос сказал что говорит даже если я сам говорю о себе то свидетельство мое верно и истинно слава богу это слово живого бога и поэтому мы должны принимать его серьезно и относиться к нему должны соответственно и и эти двери они имеют определенное предназначение первое я хотел бы хотел бы остановиться даже может быть немножко не касаясь дверей прежде чем мы поговорим о иисусе христе я хотел бы поговорить о личности вне этих дверей для того чтобы у нас немножко сложилось впечатление больше нарисовалась такая картина дело все в том что вокруг этих загонов всегда были хищные звери это было место где они охотились и вы помните даже моменты давид когда пришел для сражения или он вообще-то пришел посмотреть на своих братьев вот и он говорил когда ему соул сказал что говорит ты молод ты не можешь он привел такое простое доказательство он говорит я могу пойти сразиться с этим филистимлянином почему ты юноша ты молод как ты это можешь сделать саула себе вероятно говорил юноша или или воин от юности своей и он боялся идти воевать с голиафом а тут стоял молодой человек может быть только прошедший свое отрочество юноша и он горит я пойду буду сражаться с этим человеком и давид сказал говорит такую простую историю рассказал когда говорит приходил волк волк или медведь лев или медведь и похищал говорит кого-то из овец моего отца то что он делал вот и это говорит мне о том что то есть вокруг этих стад постоянно происходило тоже движение что-то тоже происходило то что было в загоне это была одна история вероятно мы к ней еще подойдем а то что происходило вокруг и одна личность которая постоянно охотится вокруг этих дверей вокруг этих загона вокруг этих тихих таких свободных мест где овца может отдохнуть успокоиться я назову это личность вором и у его есть цель и этом а этой личности сказал христос он говорит что вор приходит только по трем причинам и он их указал говорит вор приходит только для того чтобы украсть убить и погубить и когда мы просматриваем историю народа израильского друзья мы я перевожу это в нашу плоскость людей чтобы могли посмотреть на это с этой стороны было очень много людей которые претендовали на роль пастыря которые претендовали на роль лидера которые претендовали на роль руководителя но христос сказал что пастырь имеет определенную характеристику и потому что он имеет определенную характеристику овцы знают его голос и овцы слушают его голос а люди которые приходят и устраивают бунты, революции, перевороты, знаете, и ведут себя соответствующим образом, это не пастуря, это не служителя, это те, у которых одна цель, это воры, они у них цель убить, украсть и погубить, и Христос сказал, этих людей сторонитесь, этих людей обходите, потому что даже во время Христа были те, которые, помните, уже после смерти Христа, один умный человек говорит, если, говорит, это дело от Бога, то не трогайте этих людей, а если, говорит, это дело, если это дело от Бога, то не трогайте этих людей, если не от Бога, то оно само развалится, и он привел пример, говорит, вот, буквально недавно, я понимаю, это был со временем Христа, говорит, появился Иуда, вот только буквально недавно появился Февда, друзья мои, я хочу сказать, чтобы мы не шли за Иудами, чтобы мы не шли за Февдами, но чтобы мы искали дверь, которая узкая и тернистая. Я к этому приду. Друзья мои, чтобы мы искали дверь, которая носит на себе имя Иисус Христос, потому что Он сказал, что входящей этой дверью жить будет вечно, слава Богу. И Он, когда входит в этот загон, это овца, то ли это я, то ли это кто-то из нас, братья и сестры, то есть то, что мы получаем. Но давайте немножко коснемся сразу того, для чего эти двери вообще служат. Первое, чтобы мы боялись, во-первых, они служат защитой. Они служат защитой как раз от этого вора, от разбойника, от того, кто ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И именно эти загоны, они служат местом, где христианин может быть в безопасности. И Божье Слово говорит, пройдя через эту дверь, христианин может войти в крепкую башню и находиться там в безопасности, слава нашему Богу. И только через дверь одну, имя ее, Иисус Христос, можно туда войти и можно туда попасть. Давайте проверим себя, друзья мои, какими дверями ходим мы. В какую дверь вхожу я сегодня? Мы иногда ищем, чтобы эти двери были большие, чтобы они были красивые. Когда-то в городе Вавилоне были ворота, они достигали высотой до 30 метров. В то время я даже не могу представить себе, каким образом они могли построить такую мощь. И на этих дверях была написана вообще вся история Вавилонского царства. На одних дверях. Это были очень красивые люди и вообще пройти через эти двери считалось честью. Это был, знаете, человек, который был с другого государства, он мог сказать, я видел эти двери. И мало того, я через них входил. Знаете, и людям было это, вот это да, вот этот вот человек прошел через эти двери. И люди иногда ищут что-то такое. Друзья мои, но я хотел бы, чтобы мы посмотрели на Христа под другим немножко углом. Исайя, пророк пишет, говорит, и не было в нем ни вида, ни величия. И знаете, когда мы входим, ну вообще-то какая разница, через какую дверь я вхожу. Она очень сильно украшенная, разукрашенная. Или я вхожу через простую маленькую дверь. Главное мне войти в это место, друзья мои. Но в служении христианина это имеет большое значение. Почему? Потому что дверь или проход в этот загон, он был очень узкий. И говорят богословы, говорят историки, что даже очень жирная и толстая овца не всегда проходила в этот загон. Друзья мои, что я хочу этим сказать. Если мы несем за собой какой-то тяжелый багаж, или может быть груз прошлого, и мы не можем его никак оставить, мы не можем его никак с ним расстаться. И мы с ним ходим и утром, и вечером, и днем, а потом приходим вечером, склоняем колени и говорим, Господи, я хочу войти в Твой покой. Господи, я хочу быть под Твоей защитой. Господи, я хочу быть под Твоей охраной. Я хочу, чтобы эту ночь Ты благословил мой дом, чтобы Ты благословил мою семью, чтобы Ты благословил моих детей. И одним словом я говорю, Господи, я хочу пройти через эту дверь. Я хочу войти туда, где Твоя защита и Твоя охрана. А Бог говорит, входи, пожалуйста. Я буду очень рад Тебя видеть. Я хочу иметь общение с Тобой. И очень часто мы делаем попытку туда войти, но этот груз туда просто нас не пропускает. У нас очень много багажа. И когда его очень много, братья и сестры, то узкие врата. Библия говорит, чтобы мы искали узкий путь, чтобы мы искали узкие врата, через которые трудно пройти. Но если мы через них проходим, то мы там находим жизнь вечную, слава нашему Богу. И стоит этот груз оставить, братья и сестры, который мы иногда носим годами. Некоторые христиане носят его десятилетиями. Не могут кого-то простить, не могут какой-то поступок забыть. Не могут от чего-то освободиться, друзья мои. И этот груз очень часто, когда мы подходим к этим дверям, он просто нас останавливает. Мы просто не можем туда войти. Да поможет нам Господь, друзья мои, чтобы, подходя к этому узкому проходу, чтобы мы были свободные. Во-вторых, Божье Слово говорит, что нужно было туда войти, пройти через него. И когда овцы туда входили, там пастуха не было. И еще один такой момент, он очень часто имел лимит или лимитировался по высоте. И даже овцы, насколько они невысокие животные, они часто должны были наклонить свою голову для того, чтобы пройти этим проходом. Братья и сестры, я перевожу это в нашу христианскую жизнь. Для того, чтобы войти в дверь, которая называется Иисус Христос, нужно отречься себя. Нужно смириться перед нашим Господом. Нужно наклониться, отказаться от того, что может быть для меня имеет большое преимущество. И сказать, Господи, я принимаю Твою волю, я хочу быть исполнителем Твоего Слова. И поэтому хочу войти туда, где есть мир и покой, и благодать, и благословение, и Твое присутствие, слава Богу нашему. Для этого нужно сделать простой шаг. Наклонить голову свою. Я не говорю сейчас об этом, знаете, может быть в физическом отношении, потому что у нас у каждого своя осанка, своя походка. Хотя это тоже о чем-то говорит, братья и сестры. Я не хочу на этом останавливаться. Но тем не менее, я говорю о духовном смысле. Чтобы войти в эту дверь, нужно склониться, нужно наклониться, нужно смириться, нужно умолиться, нужно оставить все то, что держит, друзья мои. Ненужный багаж, ненужный груз, обиды, непрощение, злоба и все дела плоти. И тогда мы будем иметь свободный доступ. Помните, во втором послании Петра, он говорит, и тогда, говорит, вам откроется свободный доступ Царства Бога и Отца. Да, слава Богу. Но что нужно сделать? Там Петр говорит, что нужно подняться по семи ступенькам. Лестница Петра. Нужно перейти. И он говорит, то покажите вере вашей. И он показывает от одной ступени к другой. И это процесс, братья и сестры, это наша жизнь. И с одной ступеньки на третью переступить невозможно. В школе мы пригали когда-то, а на лестнице, которая ведет нас в Царство Неба и Отца, или Бога и Отца, то там мы должны ступить на каждую ступеньку. И заканчивается этот путь ступенька, которая называется любовь. И говорит, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. И таким образом откроются двери. Таким образом Христос... И вы знаете, я часто так смотрю и думаю, знаете, мы все думаем, что... Ну и так, и братья часто проповедуют, что там в Новом Иерусалиме там ангелы будут стоять у ворота и открывать и закрывать. Может быть и так, я не знаю. Но апостол Петр говорит, что вы сами, живя так и поступая так, сами себе откроете доступ в это Царство, слава Богу. Вы откроете себе путь туда, где мы мечтаемся быть, где мы желаемся быть, в том городе, которого мы все ожидаем, друзья мои. Нужно смириться, нужно наклониться. Христос говорит, я дверь. Я дверь овцам. И для того, чтобы смириться, вот детям нашим немножко труднее понять этот смысл. Хотя те, кто учат русский язык в русской школе здесь, вы поймете. Буква Я в русском алфавите на каком месте стоит? Дети? Не знаете? На последнем. Это последняя буква в русском алфавите. Я не знаю, почему ее там поместили, самой последней. Я могу выразить свою мысль. Наверное, чтобы мы лично в своей жизни ею меньше всего пользовались. У нас часто бывает так, когда даже мы разговариваем с кем-то, то почему-то эта буква проскакивает чаще всего и больше всего. Я, я, и опять я сказал, сделал, поступил, подумал, придумал. И знаете, эта буква, а Бог хочет, чтобы мы отказались от этой буквы. Я имею ввиду в духовном служении, в духовном отношении, чтобы мы не употребляли ее, а наоборот, смирили, чтобы она стала на самом месте, на самом деле, на самом последнем месте в нашем житейском алфавите, братья и сестры. Но чтобы все и во всем был Он, чтобы везде и во всем был Он. И Божье Слово говорит, живете, спите, едите ли, или что другое делаете, то вы чьи? Вы, Христовы, слава Богу, вы Божьи, вы Христовы, вы даже сами себе не принадлежите, вы принадлежите Небесному Отцу, Аллилуйя, Богу. Давайте подтверждать это высокое звание и призвание. Давайте стремиться к тому, чтобы быть на самом деле теми, потому что, друзья мои, те люди, которые руководствуются этой буквой, и вообще, жизнь плотского человека, она зиждется или строится на четырех столбах, которые подпертвы, подперты, ну, извините, что я так говорю, этой буквой Я. И все эти четыре столба начинаются с этого слова Я, себя. Я – это себялюбие, это своеволие, это самонадеянность, это самовозвеличивание. На четырех столбах, и жизнь плотского человека именно вот к этому стремится. Он что не делает, он думает о себе. И как вчера вы слышали проповедь брата, то очень часто даже в любых отношениях мы ожидаем, а как люди ко мне относятся. А что они для меня делают? Если я пойду в эту церковь, то что я получу с этого? А некоторые люди идут даже дальше. Вот если я женюсь на этой сестре или выйду замуж за этого брата, то что мне будет за это? Я не знаю, как было в ваших местностях, я знал одну церковь, где отец для того, чтобы выдать замуж дочь, он строил дом и в гараж ставил машину. Это была гарантия, что эта сестра очень быстро выйдет замуж. И вы знаете, я не хочу распространяться сильно много, но когда вникаем в суть дела, то мне жалковато этих братьев немножко. А что мне будет? Мы в христианстве тоже иногда такие бываем. Если я пойду за Богом, а что мне будет? А что мне Бог даст за то, что если я пойду в церковь? А что я получу из того, что я буду два часа в день молиться или два часа в день буду читать Божье Слово? Друзья мои, я хочу сказать и может быть даже разочаровать вас в этом. Иногда мы можем все потерять. Божья воля может быть в том, что мы все потеряем. Или может быть Он приведет нас к тому, как Он привез Павла к этому состоянию. Иногда говорит, ради Христа я все почел за что? От всего отказался. Друзья мои, что мне будет? И поэтому, если мы смотрим на видимое, друзья мои, то мы все потеряем. Но если мы смотрим на невидимое, то о чем Божье Слово говорит, что оно вечно, то идя за Христом мы все его приобретаем. Слава Богу! Вечную славу, величие, вечную жизнь, вечное здоровье, вечную силу, вечную красоту и вечное присутствие у Божьего престола. Слава Богу! Давайте к этому будем стремиться. Дорогие мои, что я с этого получу? Чтобы у нас не было этого самолюбия, себя любия. Что эта дверь делает? Человек заходит туда. Я хочу сказать, что эта дверь, через которую нужно пройти, она соединяет внешнее с внутренним. Мы читаем послание, которое говорит, что Он, говорит, стал или Он разрушил стоящую между нами преграду и стал этой дверью между Небесным Отцом и нами грешными людьми. И поэтому Он сегодня заявляет утверждение, братья и сестры, это не просто какая-то теория, это не просто какая-то фантазия, это не просто какой-то вымысел, но, говорит, кто мною войдет, тот пажит, найдет. Слава Богу! Тот будет иметь вечную жизнь, друзья мои. И именно Иисус Христос соединяет нас, земных людей, христиан, с Небесным Отцом. Ее нужно найти, друзья мои, я иногда думаю, а насколько это сложно? Вот как сложно найти эту дверь? И с одной стороны, знаете, когда мы говорим о спасении, Божье Слово так просто говорит. В послании к римлянам, например, написано, что сердцем веруют к чему? Подскажите. А устами исповедуют. То есть, и дальше говорит, если будешь устами исповедовать, а сердцем веровать, что будет? Спасешься. То есть, так вот, ну, давайте спрошу так, тогда легко спастись или трудно? Ну, на основании вот этого места освященного Писания. Не бойтесь, это не уловка, нет, не переживайте, я не буду вылавливать никого. Легко, правда, ну, правда легко? Кто будет веровать и исповедовать? Вот и просто, правда? Веру, исповедую и спасешься. А с другой стороны, смотрю, братья и сестры, вы знаете, не так и просто. Пришел молодой юноша и говорит, что мне сделать, чтобы спастись? А Христос говорит, знаешь, заповеди. Вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, говорит, исполни. А он говорит, я все это исполнил когда? То есть, это серьезное заявление, братья и сестры. И Христос сказал ему несколько слов, говорит, иди, продай имение свое, раздай нищим и следуй за мной. Этот юноша отошел от Христа. Вы знаете, я, может быть, иногда немножко далековато захожу в своем мышлении, но размышляю и так себе. Библия говорит, что Христос полюбил его, если я правильно помню, да? И сказал, недалеко ты от Царства Небесного. Друзья мои, очень часто в нашей жизни мы так приближаемся к этому. Мы стараемся исполнить закон, мы стараемся исполнить заповеди, постановления. И мы вообще-то, можно сказать, что, говорит, недалеко ты от Царства Небесного. И Христос посмотрел на этого юношу и сказал, недалеко. Но, говорит, одного тебе не достает. Все нужно приложить какое-то усилие, чтобы переступить порог этого дома, чтобы переступить порог этого загона, чтобы войти туда, куда эта дверь входит. Братья и сестры, и она соединяет наружнее с внутренним. И при этом входе у этих дверей всегда стоял посту. И у них были особые приспособления. Почему есть такое выражение, говорит, волк в овячей шкуре? Потому что вор прилагает даже усилие, чтобы проникнуть туда. И говорят, иногда это случается. Я мало знаком с овцеводством, но, говорят, такое бывает. Если, говорит, волк попадет туда на ночь, то, говорит, на утро, до утра он почти всех овец передавит. И каким-то образом бывает такое, что даже волк туда проникает, и пастух, который знает овец, он может даже не уследить. Я слышал, братья рассказывали, говорит, иногда, говорит, они стояли с этим посохом, говорит, и по каждой овце стучали. И когда они проходили, по каждой овце бьет. И каждая овца, когда он посохом ударит, она себе спокойно как шла, так и дальше пошла. Но если, говорит, это волк, то у него происходит естественная реакция на удар, что делать? Огрызнуться обязательно. Обязательно схватить эту палку зубами. И, естественно, это был очень четкий определенный знак. Обратно, я не знаю очень хорошо этих деталей. Я слышал от братьев, что братья об этом говорили. Так это на самом деле или не так? Но если это так, друзья мои, то если пастух стоит с посохом у этих дверей и проверяет, когда мы туда заходим, братья и сестры, то наша реакция говорит о том, кто мы есть. Наша реакция на этот удар посохом говорит о том, что внутри меня. Вчера тоже братам напоминало, что от избытка сердца говорит что. Но, и что внутри нас, то его очень трудно спрятать. Ну, вы знаете, до тех пор, пока нам на палец, может, не наступили, мы еще можем вести себя нормально. Но как только наступит или этот посох ударит по спине или по голове, то реакция сразу же будет соответственная. Я хотел бы сказать, друзья мои, говоря о том, что эта дверь, это Иисус Христос, что Он соединяет нас с небом. И Библия говорит, нет другого имени под небом, которым бы надлежало бы нам спастись. Только Иисус Христос, это единственная дверь. Теперь в школе учат разному. Дети, будьте внимательны. Вам говорят сегодня, что мусульмане, это тоже нормально. Вам сегодня говорят, что буддизм, это тоже нормально. Вам сегодня в школе говорят, что все другие религии, включая то, что происходит беззаконие и нечестие в этой стране, в которой мы живем, говорят, тоже нормально. И атеизм, это тоже, кстати, один из видов религии, которые называются полное неверие и отвержение всего. И люди верят в неверие. И детям в школе прививают, прививают это, друзья мои. И они говорят, вы можете служить кому угодно. В принципе, это все говорится об одном Боге. Божье Слово говорит, что это далеко не так. Так есть одна дверь, в которую можно войти и в которую можно спасти. Слава нашему Богу. И это дверь Иисус Христос, который открылся нам и о котором сегодня проповедуется на этом месте. Слава нашему Богу. Входите этими вратами. Найдем то пастбище и будем жить вечно. И сегодня несколько моментов, потому что время уходит, и я хочу, чтобы брат еще потрудился. Библия говорит, что кто войдет мною, тот спасется. Тот спасется. Друзья мои, я хочу сказать такую мысль, что все мы каждый день стоим перед выбором. Каждый день. И дети, молодежь, вы тоже каждый день стоите перед выбором. И я хочу вам сказать, что никто за вас решение входить или не входить принимать не будет. Это ответственность за этот выбор лежит только на нас. Ни мама, ни отец, ни пастырь, ни проповедник. Никто не будет за вас это решение принимать. Когда вы подойдете к этой двери, когда вы подойдете к этому проходу, вы и только вы, я и только я буду принимать решение входить туда или не входить. Я не могу обойти этой детали, братья и сестры. Очень важно, чтобы мы знали, что ответственность за это лежит только на нас. Иисус Христос говорит, Он пришел для того, чтобы дать жизнь и дать жизнь с избытком. И те люди, которые входят этой дверью, это последняя мысль, друзья мои, сегодня, они находятся в полной безопасности, но когда они находились в этом загоне, два момента. Они там находясь, имели возможность общаться друг с другом. И поэтому Божье Слово говорит, что если мы входим в этой дверью, то мы все соединены в одном духе. Нас Бог объединяет своей любовью, своей благодатью, слава Богу. Все, кто прошел этой дверью, не имеет значения возраст, раса, цвет лица, кожи, характер, намерение. Но если мы прошли этой дверью, и мы вошли в двор отчий или в двор овчий, то мы там находим общение друг с другом. И также мы там находим общение с нашим пастырем. Потому что это место, где он приходит, пересматривает своих овец, больную лечит, хромую лечит. А дальше, как у пророка говорит, с теми, которые немножко нагло себя ведет, он тоже с ними работает. То в этом есть благословение, друзья мои. В этом есть величайшее благословение, входить этой дверью. И поэтому я призываю нас, друзья мои, мы стоим перед выбором, сегодня мы стоим перед молитвой. Если кто-то находит себя, что он еще не вошел в эту дверь, я призываю и приглашаю воспользоваться этой возможностью войти в дверь, которая называется Иисус Христос. А если мы вошли туда, братья и сестры, не уходите из-под присмотра своего небесного пастыря. Нету лучше его пастыря. Он говорит, я есть пастырь добрый. Дальше там говорится, есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И для того, чтобы подойти под начальство этого пастыря, нужно войти, им нужно войти этой дверью. Да поможет нам Бог. Да благословит нас Господь сделать правильный выбор и сделать правильный шаг в нужное время. Встанем на наши ноги и совершим молитву. Аминь. Господь, во имя Иисуса Христа в этот час мы стоим перед Тобой. Боже, я благодарю Тебя и славлю, прославляю Твое святое имя. Боже, хвала Тебе за то, что, Господи, в этот час, Боже мой, мы дети Твои можем быть перед Тобою. Что, Господи, мы дети Твои можем, Господи, обращаться к Тебе. И я верю, Господи, что Церковь Твоя, это, Господи, то место, где присутствуешь Ты. Куда, Господи, войти можно только через Тебя. Приняв Тебя своим личным спасителем и заключив завет с Тобою посредством водного крещения. И это место, где Ты работаешь со своими овцами. Ты есть пастырь добрый, который положил душу свою за нас. Слава Тебе! Который пострадал, умер и воскрес за нас. Слава Тебе! И Ты, Господи, Тот, Который заботится о нас безмерно. Аллилуйя! Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за Твою заботу. Я благодарю Тебя за Твою любовь. И я благодарю Тебя, что Ты принял наш число, Своих детей и сыновей и овец. Слава Тебя, Господь! Я благодарю Тебя, что когда мы приходим к Тебе, и у нас есть какая-то болезнь, Ты, будучи небесным пастырем и нашим врачом, Ты врачуешь наши раны. Слава Тебе! Если, Господи, Боже мой, есть какой-то недостаток, Ты, Господи, через Дух Святой, Дух благодати и через Твое Святое Слово показываешь и исправляешь этот недостаток. Слава Тебе! А если, Господи, Боже, мы нуждаемся в поддержке, нуждаемся в утешении, Ты, Господи, будучи небесным пастырем, утешаешь Твоих детей. Слава Тебе! Аллилуйя! И я благодарю Тебя, Боже, и за эту возможность, которую Ты нам дал сегодня, что мы могли быть, Боже, в этом общении, и, Господи, утешаться, осознавая то, что Ты наш небесный пастырь. Аллилуйя! Что Ты являешься той дверью, через которую мы входим и пажесть находим. Аллилуйя! Что, Господи, тот пастырь, который водит тихим источником вод, который водит назначные пажити и всегда и везде заботится о своих овцах. Аллилуйя! Хвала Тебе! О, слава Тебе! Благослови Ты нас, Боже! И если есть та душа, которая еще не вошла этой дверью, Ты, Господи, взыщи, найди эту овцу. Господи, и покажи ей на этот вход, покажи ей на эту дверь, заблудившихся возврати. Господи, упавших подними, и да будет имя Твое благословено, Тебе же за все слава, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы с твоим общим пением «Теми близок, словно берег моря». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok